У Виктории Рыжковой болезнь Вильсона-Коновалова. Чтобы не умереть, она должна каждый день принимать препарат Купринил. Он помогает выводить медь из организма, который сам с этой задачей не справляется. Но если в Петербурге лекарство есть на полках аптек, то в четырех субъектах страны его не достать. Кому может, Виктория рассылает таблетки почтой. Я только что отправила две упаковки Купринила, одну упаковку в республике Коми и одну упаковку в Оренбургскую область, в город Новотроц. До сих пор в этих регионах нет Купринила ни по рецептам, ни за деньги. То есть летом были проблемы с поставками Купринила в страну, сейчас они возобновлены. Но вот эти два региона и еще несколько других регионов не провели госзакупки. И люди с болезнью Вильсона-Коновала по-прежнему остаются без лекарств. Без лекарств пациент не погибнет мгновенно. Но достигнутый результат будет потерян. Терапию придется начинать сначала и с минимальных доз. Если даже таблеток не будет вовсе, человека может разбить паралич. Болезнь поразит мозг и внутренние органы. Они не могут себе позволить принимать Купринила, потому что для них это смертельно. То есть летом, когда я занималась тем же, чем и сегодня, работала Минздравом, я отправляю Купринилу людям, которые уже лежали в больнице, на каких-то других препаратах, которые выводили медь. Но они не являются помогающими, просто хоть как-то, чтобы быть под контролем врачей. Нынешний перебой с поставками лекарств для людей с болезнью Вильсона Коновалова уже вторые за последние три месяца. Летом мы рассказывали, как пациентам таблетки вообще приходилось везти из Украины. Почему инвалиды опять остались без медикаментов? В Министерстве здравоохранения вместо ответа нам предложили задать вопрос другому федеральному ведомству. Вопрос закупки лекарственного препарата Купринил не относится к компетенции Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ввиду того, что указанный вопрос в большей степени относится к производству лекарственного препарата Купринил, то дополнительно рекомендуем обратиться в Минпромторг России. На коммерческие аптеки и даже фабрики по производству медикаментов больным тоже рассчитывать не приходится. В России лечение нужно нескольким тысячам человек. Слишком мало с точки зрения экономики производства. Поскольку препараты для лечения достаточно дешевые, то особого интереса и поддержки со стороны фирм, пациентской организации для врачей здесь нет. Отсюда и снижение интереса, и, соответственно, украшение медицинской помощи данной категории больным. На моей памяти диагноз у меня уже установлен 6 лет. Это первый раз, когда Купринил исчезает совсем. То есть, если его нет за льготу, да, можно прийти в аптеку, купить его за деньги. С этим проблем никогда не было, на моей памяти. И первый раз я с этим столкнулась, у меня был шок, паника. Я просто не знала, куда бежать, что делать и вообще как, что. Теперь Любовь Ганькина вместе с другими больными планирует подать коллективный иск против Минздрава. Несмотря на все усилия волонтеров, именно в руках федерального ведомства жизни тысяч пациентов. Юрий Баранюк и Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург.